В Доме ученых на Октябрьском проспекте состоялся творческий и музыкально-поэтический вечер Руслана Хатамлянского. Встречу автор посвятил 43-летию своей сценической деятельности. Дата не круглая, но знаменательная для исполнителя. Как прошел концерт, какие песни звучали и что за сюрприз ждал зрителей в сюжете Дарьи Солодиловой. 43 года. Не возраст, а количество лет на сцене. 2 сентября 1981 года Руслан Хатамлянский впервые выступил на концерте в Доме ученых. Творческий музыкально-поэтический вечер Руслан посвятил очередной годовщине своего исполнительского пути. Он на сцене уже 43 года. На этот раз выступил со стихами чужого и собственного сочинения, гитарой и душевными песнями. Сегодня я постарался немножко отойти от моей обычной программы. У меня в репертуаре на сегодняшний день, ну, без подсказки я могу сыграть более 700 песен. Вот. Ну, там где-то десяток своих, а остальное все, соответственно, чужих композиторов, ну, авторов. Просто я воспитывался на бардовской песне, и в моем репертуаре очень много песен Высоцкого, Розенбаума, Новикова, Токарева, Галича, чуть-чуть Висбора, там, ну, очень много фамилий можно называть. В том числе я, допустим, пою несколько песен, там, того же Никольского пою. Как говорит сам автор-исполнитель, композитор и поэт, с тех пор, как он первый раз вышел на сцену, вся жизнь плотно и навсегда оказалась связана с творчеством. Много профессий сменил в жизни, ну, так у нас время так шло, что приходилось идти туда, где платят, скажем так. И я и в Дальнобой ходил, там одно время было дело, и даже вот в машине у меня всегда была гитара, всегда обязательно. На выступлении прозвучали известные бардовские песни и малознакомые произведения. Мы пришли на концерт Руслана, мы с ним немножко знакомы с его творчеством. Сегодня хотим услышать что-нибудь такое новенького, сфотографировать его, конечно, взять интервью, ну и написать в социальных сетях, какой он хороший. Зрители записывали на концерте видео на память, подпевали и покачивались в ритм мелодии, щедро аплодируя исполнителю. Мы приятели, и как-то вот на шашлыках он пел песни, и исполнитель он хороший, и свои песни, и стихи сочиняет. Мне это интересно. Я прихожу, потому что это родная летосфера, наше литературное объединение, Руслан Ходомлянский наш руководитель, поэтому мы всегда ходим на эти концерты, когда он устраивает, слушаем его песни, читаем стихи с удовольствием. Будем слушать, его поддерживать морально, будем аплодировать, потому что я знаю, что все будет на уровне, все будет здорово. Среди зрителей друзья и преданные поклонники творчества Руслана. А одна из гостей концерта даже выступила со своими стихотворениями. Стихи, из которых вырвали душу, им нечем кричать, как немая струна, как рыба выплеснутая на сушу. Такие творческие вечера далеко не единственное мероприятие, которое проходит в Доме ученых. Здесь можно сходить на мастер-классы, встречи с художниками, кинопоказы, а еще посетить вот такой музей с тремя выставочными залами. Вадим Гунин, Дарья Сладилова, телекомпания Тротек. Дарья Сладилова, телекомпания Тротек.